КОВИД-19 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 при приёме на приёме от этих казов в пунктах диктейр-те-те-те-те-те-те, здесь говорим о силето политистелах на фрониторах с облачтат за фигуру максимально заходите на колоти которые и в казу что во время вселенные с ума сомнение с симптомами боли, тусе и распираем греонат и по-другому зато и термометрия потому что фигурно пункт И если вы регистрируете фиброй, то есть камеры специально оборудованы в пунктии детречения и оборудованы в Агенте национальной пунктной публики. Проверить могут абсолютно всех или только если человек вызывает какое-то подозрение визуально определенное сотрудником пограничной полиции? Это очень важно, потому что мы же с вами понимаем, что через как раз таки наземные пункты больше всего в общей сложности въезжают на территорию нашей страны и людей. В данном моменте только мы базаем на регистриенте Агентства Полиции Фротиры, чтобы быть акцентными на то что-то, которые состоят в РП Молдова, в том числе, которые с рутами регулированных пунктов, Италия, РП Молдова. Да, и уже мы ласим и в базе калатурилов, которые, персонально, vin с информацией о том, что мы сможем акционировать в процедуру стабильные. Я вас поняла. Раиса Новицкая, пресс-секретарь пограничной полиции, была с нами на связи в прямом эфире. Я благодарю вас за этот комментарий. Госпожа Головач, я сейчас, господин Стартула, тоже к вам обращусь. Я хочу просто продолжить. Румынский Минздрав сообщил о том, что люди, приезжающие в Румынию из тех самых зон, северных зон Италии, где выявлены случаи коронавируса, подозрения на него или тем более летальные исходы, проходят 14-дневный карантин. Молдова готова вводить такой карантин? Значит, чтобы было ясно и нашим зрителям, по рекомендациям ВОЗ на данном этапе не приветствуется изоляция и скучность граждан, которые возвращаются из зон риска. То есть основные наши действия сейчас направлены на выявление больных, то есть граждан, которые въезжают с симптомами гриппа из зон риска эпидемически. И второе – это информирование здоровых и их дальнейшее наблюдение на дому в течение 14 дней с ограничением максимально контактов с другими пациентами, с другими людьми. Но мы не вводим четкие меры карантина и изоляции пациентов, людей здоровых. То есть изолируются пациенты только больные, которые приезжают из этой зоны и они будут обследоваться на коронавирус. Остальные люди находятся на дому. У нас тут есть плюс, что те, которые на машинах либо на автобусах приезжают, заезжают на территорию Республики Молдавия, они проходят через Румынию. Если там будет более серьезный контроль, то там будет первый фильтр этих людей, которые возвращаются с Италии, если мы говорим про Италию. Я, например, в субботу вечером вернулся тоже с Италии, тоже с севера Италии, рядом с этими зонами, но через Ясах. Не было ни проверки ни в Италии, ни в аэропортах, ни в Румынии, ни в аэропорту в Ясах, ни у нас на КПП Леушан. Но если есть фильтр в Румынии, это уже плюс для нас. Ну подождите, вот если я правильно понимаю, у меня вырисовывается следующая картина. С одной стороны, мы рассчитываем на наших соседей, как это очень часто бывает. Дай бог, чтобы их фильтры сработали, и на этом фильтре были определены случаи. Если не сработали, как вы говорите, вы сталкивались с тем, что не проверяли ни там, ни сям. Мы рассчитываем, ну в аэропорту еще есть два термосканера, а вот на КПП все-таки на какую-то бдительность сотрудников пограничной полиции. А вот если они не заметили, или если у человека нет температуры, или если человек не закашлял при них, тогда что? Ничего страшного. Появится первый человек, заболевший коронавирусом в Республике Молдавии. Это не страшно, я считаю. Я хотела бы, чтобы поняла и наше население, и наши зрители, что проникновение вируса в страну и его распространение зависит не только от действий органов власти. Это, по сути, ответственность каждого человека. Потому что любые меры, которые будут проводиться на пограничных зонах, они относительно эффективны. В том случае, когда человек не хочет, или он прячет то, что он был в этой зоне риска, или то, что он простужен и плохо себя чувствует, и у него могла быть температура, но он специально принял жаропонижающее средство, и он проходит границу. То есть у нас нет методов, чтобы 100% проверить всех и 100% предотвратить въезд пациента, человека, который потенциально может быть заражен вирусом, и он может быть и в инкубационном периоде. Не надо это забывать. То есть он проходит фактически здоров, и он сам не знает, но уже проникнув в страну, он может заболеть, проявить симптомы заболевания, заражившись еще в Италии. Поэтому все меры довольно относительны. И очень важно, я хочу подчеркнуть это еще раз, чтобы мы были все сознательны, и люди, которые въезжают в страну, чтобы они декларировали, не боялись декларировать, что они посетили зону риска. И это обеспечит их правильное наблюдение и со стороны Агентства общественного здравоохранения, и со стороны семейного врача, которые при малейших, при первых симптомах заболевания правильно проведут клиническую тактику этого пациента и клиническое ведение этого пациента. То есть вот это очень-очень важно для того, чтобы в дальнейшем предотвратить распространение вируса. Остальные меры, они как дополнительные меры. А очень важно, чтобы люди сами это понимали. Проблема у нас в том, чтобы не фильтр этот, который на границе мы создаем, он помогает. В большинстве случаев пройдут и через этот фильтр. Проблема есть, у нас больницы готовы к этому вирусу, потому что мы знаем, что некоторые проценты имеют летальные исходы, и вот если мы готовы к этим осложнениям, которые дает этот вирус. Но паника у нас большая. Я и в соцсетях писал, что у нас слишком большая паника делается на этом вирусе. От гриппа умирают больше людей, чем умерло до сих пор от коронавируса. Но как вы считаете, эта паника чем обусловлена? Может быть, тем, что люди просто не понимают, отсутствие информации, они не знают, а что дальше будет? А если заболеют, то где лечиться? А кто лечит? А способны ли лечить? Значит, паника появилась из-за два больших момента. Раз, что это появилось в Китае, и слишком много за короткий период заболела человек, но мы знаем, что в Китае очень много людей, и даже на квадратном метре, если посчитать, у них больше, чем у других странах. И поэтому охватило большое население. И когда люди видят, что там 70, уже 80 тысяч, их это пугает. Плюс то, что это новый вирус, везде говорили, что до сих пор такого вируса не было, и нет еще лечения. Вот поэтому люди и боятся, что лечения-то нет. И плюс, когда говорится про летальный исход, что 2500 умерло, в процентах это приблизительно от 2 до 3 процентов. Даже при гребе это процент смертности больше, чем при коронавирусе. Опять-таки, люди не информированы, не все имеют возможность прочитать в фейсбуке, потому что сейчас организация Мундиал Сантеции, каждый раз 170 тысяч, я думаю, что в Китае их много и больше. Вы справедливо отмечаете, что по сравнению с гриппом. Если посмотреть с другой стороны, что в Италии еще день назад был один человек погибший, а вот, условно говоря, сейчас уже 5 человек погибших, и люди паникают. А я вам объясню, почему. Потому что мы не должны забыть про периоды, инкубационный период. В это время никто ничего не делал. Когда нашли только первый случай, и вот сейчас... Вот, и по поводу того, что никто ничего не сделал. Госпожа Головач, хочу вернуться к вам. Ну, во-первых, симптоматика, она очень схожа. Либо с гриппом, либо с простутой. Мы знаем, что у нас люди зачастую даже грипп до последнего не лечат, не идут к врачу, на ногах переносят, но ничего страшного. А тут еще коронавирус. Первое. Сейчас вернусь к вам, к этому вопросу. Я прошу прощения, но просто с нами на связи генеральный консул Республики Молдова в Милане Олег Ника. Господин Ника, добрый вечер. Вы нас слышите? Да, бонусиара. Добрый вечер. Господин Ника, сколько граждан Молдовы, по официальным данным, находятся в Италии в целом и в северных районах, регионах этой страны, в частности? Добрый вечер. Господин Ника, мы в соцсетях в последнее время видим очень много сообщений от наших соотечественников, которые рассказывают, что как раз в этих зонах большая паника, пустые прилавки в супермаркетах и так далее. Как бы вы описали ситуацию своим, по вашим наблюдениям? Да, се observа паника, дупо многих комментариев руководителей руководителей, даже и преминистрируя Италии. В Милане се observа, что магазинные все опуизаты, все опуизаты, все опуизаты. То есть темеи, в принципе, не существуют. Это часть, которая в несколько дней будет решена. Господин Ника, последний вопрос к вам. Там куда стоит обращаться нашим гражданам? Ну, во-первых, тем, которые намереваются направиться в Италию, где можно получить актуальную информацию об открытых или закрытых уже границах, о состоянии, в целом, о статистике заболеваемости в тех или иных зонах? Где нужно следить, мониторить эту информацию? Продолжение следует... ГОВОРИТ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 129 тысяч наших граждан. Больше всего, к сожалению, находится как раз-таки в тех самых северных зонах Италии, где выявлены случаи коронавируса. Господин консул признал, что в этих районах действительно есть паника, но, однако, ситуация находится под контролем, никакие границы не закрыты. Усиленный контроль на границе с Австрией. Всю информацию можно монетаризировать на официальном сайте Министерства иностранных дел, где есть прямая ссылка, в том числе, на данные Министерства здравоохранения. Господа Головач, я хочу вернуться к вопросу, который я вам задала по поводу выявления подобных случаев. Куда обращаться, где проводятся лабораторные исследования, сколько они длятся, способны ли мы выявить эти случаи? Да, мы говорили про клинику этого заболевания. В самом деле она очень схожа, то есть она одинакова, можно так сказать, с другими вирусными инфекциями верхних респираторных дыхательных путей. Не только верхних, респираторных дыхательных путей. Пациенты, которые имеют соответствующую клинику, очень важно, чтобы, опять же, вот я повторюсь, сообщили доктору, что они были в зоне эпидемического риска. То есть это основной, в общем-то, критерий для того, чтобы заподозрить возможную инфекцию коронавируса. В таких случаях, когда данный пациент, который вернулся из зоны риска или контактировал с пациентом больным или из этой зоны, обращается к семейному врачу, и, естественно, семейный врач уже предпринимает меры. При подозрении на коронавирус пациент направляется в клиническую больницу инфекционных заболеваний, которая набирает соответствующую пробу и перевозит ее в агентство общественного здравоохранения, где имеется специальная вирусологическая лаборатория. Она аккредитирована Всемирной организацией здравоохранения, то есть уровень европейский с соответствующим оборудованием, со специалистами. Мы получили 18 февраля 5 наборов, 5 китов по 96 тестов, то есть всего у нас сейчас в стране 480 тестов и около 200 тестов для контроля, то есть контрольные тесты. Таков регламент. Эти тесты нам выделила Всемирная организация здравоохранения, поэтому мы сейчас, в принципе, подготовлены для того, чтобы диагностировать этих пациентов, изолировать их и оказать им необходимое лечение. Лечение не специфическое, то есть оно симптоматическое, и при необходимости рекомендуется осилтамивир. Это тот же препарат, который назначается и пациентам с другими вирусными инфекциями. Его тоже на данный момент достаточно в медицинских учреждениях, плюс имеются и резервы. Практически двойное количество тех стока препаратов, которые в больницах, еще имеется в резерве, то есть на случай вспышки. Сколько длятся лабораторные исследования? Уже имея эти лабораторные тесты в Молдове, обычно это пару часов. И мы имеем результат до 3-4 часов максимум. По мере того, как проводится этот тест, где находится пациент, у которого, возможно, находится в зоне риска, возможно, инфицирован? Мы их изолируем, конечно, изолируем в больницу. То есть он госпитализируется, специальный бокс, соответственно, регламенту и ведению данных пациентов. Мы имеем гид, предоставленный тоже вот на прошлой неделю назад. Мы его распространили по медицинским учреждениям, всем и больнице, и первичная медицинская помощь. Этот гид и на русском, и на румынском языке. То есть это менеджмент ведения пациентов с подозрением на коронавирус. То есть там указаны правила. Он находится в больнице Тома Чорба, да? Предусмотрено какое-то количество коек? Тома Чорба расподолагает необходимым количеством коек, но в случае нехватки этих коек мы имели опыт при пандемическом гриппе. То есть мы расширяем количество и больниц, которые оказывают соответствующую медицинскую помощь. То есть мы считаем, что подготовлены. Конечно, посмотрим, как время покажет в зависимости от количества случаев. Но очень важно вовремя изолировать пациентов и тем самым предотвращать распространение. То есть от этого зависит фактически наша эпидемическая обстановка дальнейшая будет. Ксения Стартулат, а как вы считаете, насколько подготовлены в частности села, районы и села? Потому что мы знаем, что, во-первых, там нехватка семейных врачей, во-вторых, ну вот сейчас пасхальные праздники будет. Очень много наших соотечественников вернется к своим родственникам, приедет на пасхальные праздники, в том числе в села большая часть поедет. Вот там готовы к подобным случаям на Вольск? Нет, ну я думаю, тех, которые в селах будут с подозрением на это, вот нужно отправить в Кишню. Я думаю, все придут в... Опять же, собирается эпиданамнез. Очень важно, еще раз акцентирую. Если человек не имел контакта, он не из Италии, он не из эпидзоны, то есть он продолжает лечиться, как обычная инфекция вирусная, потому что не надо забивать, мы находимся сейчас и на пике вирусных инфекций. И на той неделе была созвана комиссия министерская по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, именно по поводу гриппа, инфекции гриппа и других вирусных инфекций. Мы находимся в сезоне. Но если этот пациент, опять же, возвращается из зоны риска, откуда-то вернулся, понятно, что и семейный врач, и инфекционист районный обязательно должны его направить в Кишинев и госпитализировать в инфекционную больницу Тома Чорба. Это обязательно, и они проинформированы, все врачи. И, наверное, самое главное будет, если мы найдем кого-то больного и поставим диагноз коронавируса, значит, можно будет собрать уже всю информацию, с кем он контактировал. Это очень тоже важный момент. Вот поэтому и Виталий сейчас, зная, что период инкубации до сих пор было 14 дней, сейчас уже некоторые специалисты говорят, что он был 14 дней. Нет, пока все равно, 14, и ВОЗ не дала других срок. Поэтому я думаю, что сейчас в Италии, с момента, как появился первый случай, вот эти следующие 14 дней будет самая большая вспышка. Потому что у каждого, первый пациент, который диагностикировали с этой болезнью, значит, до этого, вот эти все 14 дней, контактировал с другими. И вот каждый день будет какой-то рост этих пациентов. И после этого, я думаю, все это успокоится. Очень много сейчас иронии, критики в отношении того, насколько приняты меры безопасности в случае самих сотрудников пограничной полиции. Кто-то очень так с насмешкой реагирует на то, что ему раздали резиновые перчатки и обычные хирургические маски. Ну, это, я бы сказал, что достаточно. Этого достаточно? Да, если они будут использовать и будут дезапецировать руки каждый раз, я думаю, достаточно, чтобы они не заразились. Это меры защиты, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Мы их соблюдаем, потому что основной риск инфицирования – это аэрогенный путь. И поэтому они контактируют с большим количеством людей, с большим количеством приезжих, которые могут чихать, могут кашлять. То есть, это, конечно, первое средство защиты, механическая защита. И руки тоже самое. То есть, особенно таможенная служба, которые работают с багажами и так далее. То есть, это обязательные меры защиты. Просто наши граждане привыкли видеть фотографии из Китая, где все там одеты прям, не знаю, как в космосе. Там в Китае было, во-первых, из-за того, что не знали до сих пор, что за вирусы, как с ним бороться. А когда уже есть это исследование, он показывает, что летальность, либо смертность при этом вирусе не большая. И большинство случаев проходит как обычный. Я думаю, и там сейчас поменяют немножко униформу. Плюс, наверное, может быть, и Китай хотел что-то показать и миру. Как быстро и как они все подготовлены ко всему, насколько у них развито все это. И, может быть, и это тоже есть какой-то момент, в который все одевались как... У нас соответствующие средства личной защиты, вот то, что мы говорим про комбинезоны, специальные очки, маски, то есть их оснащены больницы, которые вот больница Тома Чорбы в первую очередь. То есть пациент, когда попадает с подозрением на коронавирус, медицинский персонал одевается в соответствующие средства защиты. Даже до того, как установлен диагноз. И, кстати... У нас используют всевозможные гаджеты и так далее из Китая. А вот как быть с Италией? У нас еще больше посылок из Италии. Их безопасно получать? Всемирная организация здравоохранения, опять же, я все упоминаю их, но мы пользуемся и ориентируемся на их рекомендации, на данный момент не ввели какие-либо ограничения на передвижение пассажиров или багажей. То есть мы работаем все в обычном режиме и считается, что багажи не представляют опасности эпидемической. Никаких средств дезинфекции нет необходимости предпринимать при получении. К сожалению, наше время подошло к концу, хотя у меня очень много вопросов осталось и к вам, и к вам. Начнем еще раз встретиться. Да, обязательно встретимся, надеюсь, что по другому поводу. Спасибо большое за участие в программе. Я напомню, что вы смотрели ток-шоу «День за днем». Вела его я, Виктория Крюкова. Моими гостями в этом выпуске был господин Стратулат и госпожа Головач. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин